всем привет сегодня приехал вот на новое место новое поле хорошая погода хорошее настроение думаю будет и хороший коп вот сзади меня была деревня но она и сейчас есть там просто за москвичи все коттеджами застроили так сегодня буду ходить вот по этому полю я здесь еще никогда не был но будут думаю будут находки наступ начинаем хожу уже минут 40 вот прошел все поле посередине походил по краю походил сигнала вообще ни одного не было я уж начал волноваться неужели поле пустой здесь ничего нет ну выпал вот монеточка так вот у нас лежит монетка по цвету видно что советская а по размеру похоже на 2 копейки да это 2 копейки ранние советы а год 26 год хороший ну конечно не редкий ничего ценного в нем нет но все равно монетка ранее ладно продолжаем ну вот спустя непродолжительный период времени вот из такой вот глубокой ямы больше штыка попалась я на кстати а вот вот монеточка сигнал был слабый копать даже не хотел на думаю кто его знает что там лежит и вот она там вот лежала кто это так это у нас николай второй одна вторая копейки 1909 год по моему захрон какой смотрите даже странно что такой сохрану в глине хорошая монеточка хорошая вот в хорошем сохране она у него только одна есть но теперь еще одна будет замечательно ладно идем дальше а вот этой ложкой наверное советские колхозники ели тут она находится посередине поля такая вот ложится правда без черпала никаких обозначений тоже нет но нам такие находки особо не нужны алюминия не собираю поэтому оставляем ее здесь а сами идем дальше на солнышко неумолимо садится и нам попался вот такой вот крестик лепесток целый хороший состояние тоже неплохое вот такая вот прелесть ушко целое все целое давно у меня крестик не впадалось продолжаем так а вот у нас выпала и долгожданная монета долго я искал долго ходил точнее но ничего не находил вот пришел на самый край поля вот иду вдоль дороги и вот она выскочила так интересно что же это пока что-то я даже не знаю ничего не вижу не может быть что-то совершенно лучше и убитая ладно идем дальше продолжаете вдоль дороги и посмотрите какая прелесть какой крест такой большой и главное целый и прямой и сохран такой достаточно бодрый вот это и находка сразу можно сказать не зря приехал даже вот из одного такого креста стоит вот вы и выехать на коп зашибись идем сейчас вот иду вдоль дороги смотрю чё-то чуренькое белеется и вот попалась вот прям вот вот так вот вот она вот лежал я смотрю что-то горит думаю дай-ка посмотрю и вот какая-то вот хрень с лампочкой может быть от машины или счет чего-то хрен я не знаю но она давно наверно здесь лежит какой-то диодик маленький ладно идем так продолжают все таки идти вдоль дороги и вот еще в комочке виднеется монеточка или монетка что-то больно толстая непонятно а нет это у нас полушка 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 1735 год а сохранка какой хорошая ну посмотрите и толщина есть обычно полушки все съедены насмерть а это прям образцов показательное хорошо иду а теперь посмотрите на эту прелесть я когда вытащил я не понял а теперь вот она нательная иконка целая ну почти целая вот по уголку лопатки вот ударил скотина и сохран такой липота сегодня что-то прям на металлопластику так что этом на божественно святую прям прет у меня шикарно шикарно я наверное этот выпуск за книги назову божественный коп зашивись продолжаем так а вот и еще один мониточек так тоже что-то не пойму его что это к чему это ну уже темно слишком свет от камеры мне явно не хватает чтобы понять что это за монетка ладно ладно дома буду разбираться и все вам обязательно покажу иду дальше так а вот по ходу дела выпала еще вот одна мониточка и скорее всего это тоже полушка прилипла прилипла но ее что-то не могу особо очистить чтобы посмотреть хотя бы год ладно не буду тереть лишний раз так вот приехал на часок но поле точнее обочина дороги так захлестнуло аж домой уходить не хочется но все равно уже слишком темно уже вообще ничего не видно ориентируется может стоять на ощупь и вот камеры подсвечены уже домой иду к машине так ну вот я уже приехал домой вот результаты иконка тоже какая-то мониточек ну сейчас я еще толком в них не разобрал сейчас сейчас замочу их просто в воде а потом уже начну чистить и все вам покажу еще ну вот отмокло все в воде и вот что у нас получилось две копейки двадцать девятого года вот такие вот так одна вторая копейки николай это будет фикса николай второй да одна вторая копейки 909 год полушка ушедшая это у нас николаевского формата 1969 год две копейки так так ну то есть вот эта полушка сейчас тридцать пятый год монета достаточно толстенькая вот орел сохранился хорошо переднюю часть не очень а это павел первый копейка тоже не особо так вот большой крестик достаточно неплох даже вот кусочек эмали на нем еще остался так маленький крестик тоже хороший и нательная иконка какая-то божья мать не знаю какая надо будет погуглить так и сейчас я всю медь кроме крестов замочу минут на 40 в стрелоне потом соды их буду чистить и постепенно будут они принимать свой окончательный вид посмотрим что из этого получится вот монетки уже лежат минут 40 вот появился зеленая такая но вода стала зеленой вот они там еще плавают и начинаем их чистить берем по одной вот так вот они выглядят берем простую соду и пальчиками растираем вот вся грязь все окислы снимаются водой снимаем и смотрим что получилось так ну ничего хорошего пока не получается все еще зеленая ну и монетка как мы видим ушедшая так ладно берем следующую так вторая полушка тридцать пятого года чистим 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 чистить чистим Да, чуть-чуть получше, ну получше 1735 год, на месте достаточно толстое, так, ее опять надо будет замачивать, так, это у нас 2 копейки 1868 год, теперь пьем их, можно взять зубную щетку, щеткой хорошо чистить кресты или другую металлопластику, чтобы из глубин, так сказать, из глубокого рельефа крять вычищать, чтобы жалеть не надо, смываем и смотрим, монетка все еще зеленая, все еще в окислах, вот с этой стороны чуть-чуть ушло в окислах, но все равно, надо будет еще замочить, так, дальше одна вторая копейки, Николай второй, сохран должен быть хорошим, можно обратной стороной щетки резиновой, она хорошо чистится, да, вот это вот хорошо получается, одна вторая, 1909 год, Николай второй, ну и тоже, монетку до ума надо довести, еще где-то часочек ей надо полежать в растворе, и осталась у нас последняя, это копейка Павла первого, сейчас посмотрим, насколько она убитая, как так вот, понять ее сосуду, Да, она убитая, напрочь, 1800 год, 1800, 1800 год, там же нет ничего, да нет, есть еще тут, 800 видно, Ну, там мониторчик, вот плохой, на этом на компьютере будет лучше быть, так, обратно отправляем их в раствор, и через час повторяем процедуру, все, будем чистить дальше, главное убирать из собой рабочее место, А то эти окислы, они очень приедаются, и потом раковину не отмоют, все, когда, когда будет все готово, я уже вам покажу, что получилось, Так, ну вот, что у нас получилось, после еще 40 минут держания в растворе трилона, Полушка, 30-х годов, Ушатанная А, нет, Это полушка 35-го года, ну и более-менее, Сносно И это полушка 30-х годов, Ушатанная Копейка Павла Первого, Восемьсотый год, Сохранный плохой, даже и заморачиваться не стал, Еще не держать, чистить, Толка от нее не будет никакого, Так, 2 копейки, Восемьсотый Сосно 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 Год Здесь, И эта сторона более-менее, Эта сторона Ушедшая, Почти Нечитаемая, Одна, Вторая копейка, Так, вам покажет, 1909 год, Николай Второй, Вот эта, Вот эта монетка более-менее порадовала, И, 2 копейки 26-го года, Сохранник более-менее, Но, Могло быть и лучше, Ну, и, конечно же, Металлопластика, Трестники стандартные, И, Нательная икона, Это, Или, Неупиваемая чаша, Или, Возрождение Господне, Точно не знаю, Если, Кто знает, В комментариях, Тогда напишите, Что это за иконка, Вот такая же, Тоже, Особо чистить, Я ее, Не стал, Чтобы не испортить, Я ее, Сейчас, Положу в мыло, И, Через недельку, Полторы, Достану, Когда, Вся, Вишняя грязь, Уйди, Вот, Так, Вот такие, Вот находки, На, Обочине дороги, Ну, Что, Закончено сегодня, Когда, До новых встреч, На полях, Подписывайтесь, Комментируйте, Ставьте лайки, Ставьте лайки, Желательный, Понятный, Ну, Ладно, Всем пока, Всем до новых встреч, Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»